Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Долг громадства подяковать им. Под обязанности у Миколая Скинтияна. У Чачерске первые выпадки захворывания на COVID-19 начали регистровать у Красавяку. Необходные меры приняли максимально худко. Это закупка сродков обороны и дезинфекции, перепрофиливание фонду районной больницы, створение контактных групп для работы с пациентами дома. Подтримка областных медицинских установ так само-то помогла выставить у тяжкие моменты. Медработники проявили себя с лучшей стороны. Еще до реализации декрета 131 все медицинские работники выполняли ту работу, которая была им поручена. Несвойственную, непрофильную работу. Выдержали, надеемся, что если, не дай бог, будет вторая волна, то мы будем к ней готовы. Усе узнагородженные – работники районной больницы и санитарной службы. Тут не только медицинский персонал, а лейты, кто допомагал им в этот нелегкий период. Наприклад, водители и захадши господарки районного центра эпидемиологии. А кроме мясцовой улады свою удерженность выказали представники громадских объединений. Такое признание выкликает гордость за свою справу. Думать о собственных наудобствах нам просто некогда, потому что там, за дверью, нас ждут очень тяжелые пациенты, которым нужна наша помощь. И вера в то, что они скоро выздоровят, и все будет хорошо. Все зависит от людей. А люди у нас работают в учреждении грамотные, квалифицированные, со знанием дела, умеющие оказать медицинскую помощь в любой ситуации. И поэтому нам удается справляться с данной ситуацией на всех этапах оказания медицинской помощи. Материальная допомога необходна, как у медиков были усе умовы для якосной работы. Так лечить и мясцовые предприемства. Открытые акционерные товарыства «Отар» и «Зорка» уручили районной больнице и центру эпидемиологии сертификаты на 10 и 4 тысяч рублей. Для установок это добрый импульс для дальнейшего развития. Громадство разумеет. Медики зауседы павіна отшувать, як высока их ценять. Миколай Скинцян, Александр Харлампа, Утель, Радио и Кампания «Гомель». Взаимовыгодное супрацовництва. На летний период на Гомсельмаши працалоткавалися 7 студентов Гомельского машинобудовничого колледжа. Это базовая научальная установа для гиганта машинобудования «Кузня кадров». Владислав Прытков закончил третий курс. Працуя по будучей специальности – оператором станка с личбовым программным керованием. На вытворчасти хлопец у першиню, неколький дзен на акклиматизацию и вось ен справно выконывая доведенные объемы. По его словах, летний працонный семестр дозволит и грошей зарабить, и головное повысить майстерство. Работа на реальной вытворчасти одрознивается от занятков у майстернях колледжа. Да, ответственность другая, да, безусловно. Непосредственно детали, другие объемы, другие нормы надо выполнять. Ну, нормально. Сложности помогают решать наладчики, если можно подойти к мастеру. Коллектив хороший, они помогут. Для предприемства студентский десант так само выходный. У машинобудовников горячая пора. Вытворчая могутность загруженная на 170%. И любой допомозе, особливо квалификованный, тут за все дырады. Безусловно, их помощь для нас в сегодняшнее время в горячую пору неоценима. Мы это понимаем. Оснований тому много. Сегодня наши предприятия работают практически в двойном режиме, в двойную загрузку. Тут такое взаимовыгодное сотрудничество. С одной стороны, это ранняя стадия профориентации. В конечном счете, эти молодые люди придут к нам на работу буквально через год. И в то же время есть возможность у молодых людей заработать достойную заработную плату. Действительно, потому что при выполнении стопроцентного доведенного задания, уровень заработной платы студотрядовца не будет отличаться от штатного сотрудника ООО «Гомсельмаш». Наступная новина, на жаль, сумная. Во взросле 60-ти годов помер один белорусский боксер, який стал абсолютным чемпионом СССР. Уладальник кристальной пальчатки Алексей Юкау. Легендарный спортсмен народился в 1960-м году в Челябинске, а в 1977-м переехал в Гомель. С тех часов его лес был непорывно связан с Белоруссией, а минавито – с Гомельщиной. За свою спортивную карьеру Юкау становился финалистом Динамовской спартакеяды СССР, чемпионом Центрального совета спортивного товариства «Динамо» и финалистом «Динамияды» на Кубе. Алексей Юкау перемогал на шматликих международных турнирах у Алжиры, Чехословакии, Бельгии и Польши. Больше, как 30 годов працывал на Добрушском фарфоровом заводе, где створал авторские статуэтки. Их уручали и на што-гадовым турниры по боксе «Серод молодцы» на призы Алексея Юкова у Гомеле. Федерация бокса протягне его проводить. Только ця первен уже будет называться «Памяти Алексея Юкова». А последние некольких годов он змогался с онкологией. Коллектив телерадио-компании «Гомель» выказывает шире спочуванье родным и близким Алексея Юкова. У его коллекции – соправдные предметы интерьеру эпохи царской России и амуниция солдат, які примали в делу боевых дейнях Великой Айчинной войны. Сбором редких экспонатов Сергей Соболь-Стурова захопился еще в детинстве. Зусім недавно хобби раптовно переросло в бизнес. Коллекционер выросил открыть незвычайную агросядибу. Дмитрий Котов доведався, что господар пропонує своим гостям. Шесть лет тому назад я приобрел дом по месту жительства и решил сделать необычный дом, сделать агроусадьбу в Турове, который будет отличаться от других агроусадьб. Здесь агроусадьба делается под старину, то есть все предметы, которые будут окружать гостей, они являются подлинными. Любой отдыхающий, имеющий желание отдыхнуть, он прикоснется к эпохе, к истории. Першопочатковый Сергей набыл невеликий дом, где плановал жить самостоянно. Идея перетворить его агросядьбу пришла после размовы с Абрамом. Улишивающий туристичную привабность Турова, Сергей выросил ризыкнуть. Почалось обудовництво, процесс неохотки достаточно складанный. Варто означает, что все работы туровский коллекционер выполняет самостоянно. Это будет кухня, где гость сможет окунуться в эпоху истории, попить чай из антикварной посуды. Имеются ложки антикварные, заварить себе чай с самовара. Здесь у нас гостиная, где отдыхающие могут попить также чай, пообщаться. Вот так же могут окунуться в эту... Переходим в другую комнату и опять же в эпоху старины. То есть стараемся придерживать все-таки стиля старинного, чтобы это не была какая-то одна комната, но чтобы человек и с кухни мог и окунуться, и отдыхнуть в зале, в гостиной, где также прикоснуться к этой эпохе. Сбирать редкие предметы Сергей Соболь подшал у школьной годы. Першему коллекцию трапили 15 копеек царского переду. Но гереши Сергей знаходил у земли. Нечто презентовали родные и сябры. Сегодня коллекция переважно пополняется после удела у разностайных аукционов. Я ищу предметы, которые были именно те предметы, не зарубежные, а именно предметы, которые пользовались в старой России, когда Беларусь входила в состав России. И именно вот эти предметы мне ближе и роднее. Потому что не окунуться в эпоху Европы, а эпох именно наших предков. Мебли, амуниция, книги, часописы, монеты. Сергею Соболю без перебольшивания может позаиздросить любый опытный коллекционер. Сдевляя кольки редких предметов, тураучанин собрал за свое життем. При этом он и не вядя подлик. Докладную лишь бы экспонатов, кажа, назвать вельми складаном. Головная до своей справы подыходит с усей отказностью. Для Сергея важно, как кожный предмет, який трапляю в коллекцию, был соправдным. За годы своего захопления научился одрознивать оригинал от дубликата. Коллекция является сомненней, допомогая специальная литература альбо консультации музейных супрацовников. Можно пришить сюда пуговицу советского периода, но она уже, может быть, простой человек, он не поймет этого. А когда придет знающий человек, мне будет некрасиво и неприятно, когда я буду рассказывать человеку о том, что это подлинные вещи. А он говорит, что у вас пуговица, кажется, мелочь какая-то, она не соответствует этому периоду. Для меня это важно, чтобы каждая вещь, каждая ниточка, она соответствовала именно того времени. То есть, если даже пришить что-то, меня с нитки, именно тоже того года, который можно взять и пришить именно теми нитками, обязательно теми нитками. Зараз для Сергея на первом плане завершение у всех будовнейших работ на Агро-Сядибе. И он сподяется, что первых гостей она сможет принять на початку наступного года. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Житковицкий район. Сегодня в Беларуси означается День пожарной службы. До профессийного свята супрацовники МНС из Витебска запустили челлендж силами одного человека зрушить и протягнуть пожарную машину. Свои сдольности показал и представник Гомельской области, начальник Добрушской пожарной части номер один Дмитрий Трушков. И он 15 метров протягнул автоподъемник АПК-75, який важит 48 тонн. После передал эстафету коллегам из инших областей. Нужно поставить рекорды, поэтому именно эта машина. Она самая тяжелая, поэтому мы выбрали самый тяжелый путь. Тяжелый рывок, он максимально тяжелый. То есть напрягаешься всем телом и даже не понимаешь, что происходит. Только потом ты осознаешь, что машина сдвинулась с места, тебе надо переступить еще один шаг. Только так. Областное управление МНС открыло первую Украине имиджевую Цырульню 101. Она заявилась у Гомеля по улице Камунаров. Теперь гомельчане смогут не только створить стильный образ, а ли проверить веды об правилах поводзинов у назвучайных ситуациях. У Цырульни есть тематичная литература по пожарной беспецы для дорослых и настольные гульни и размалевки для детей. Еще у юных клиентов будем активность помалевать на стене и доведаться об своем росте на пожарном растамеры. Острых чи малых будуть у соправдной пожарной машине. Супрацовники областного управления МНС и работники Цырульни разместили QR-коды, по яких можно спамповать мобильный додаток до помощи опобач. А сделать селфи с новой прической можно у специальной фотозоне. Цырульня 101 повинна притягнуть увагу до безопасности. На окнах и подлозе размещены символичные пять кроков выротования. Для велосипедистов у Сталевана имиджевая парковка, а зала Чаканни оформлена яркими здымками моделев у боевой вопроцы выротовальника. На территории республики открываются различные объекты, имиджевые объекты под тематикой МЧС. Формата такого заведения в республике еще не было, поэтому мы решили проявить инициативу, сделать это мероприятие креативным и открыть первую в республике парикмахерскую 101. Ежедневно у нас обслуживаются и жители города, и многочисленные гости. Когда Гомельское областное управление МЧС обратилось к нам с инициативой провести ребрендинг нашей парикмахерской в имиджевый объект МЧС, парикмахерскую 101, мы, конечно же, с радостью согласились, потому что мы заботимся не только о красоте наших клиентов, тема безопасности всегда стоит у нас на первом месте. И вот в такой очень простой и доступной форме мы хотим обратиться ко всем жителям города Гомеля и еще раз напомнить им об основных правилах безопасной жизнедеятельности. Сегодня у Гомеля стартовал Кубок Полесия 2020 Патриатлоне. И он проходит в рамках этапа Кубка Беларуси. В областный центр приехали коляста спортсменов с Беларуси, России и Украины. Стартовали как дорослые, так и юниоры. У программы выступления у дорослых спортсменов плавание на дистанцию 400 метров, у велогонка 12 километров и бег на дистанцию 3 километры. Аналогичное выпрабывание чекают и юниоров 2001-2002 годов народжения. У юнаков и девчат 2003-2006 годов народжения дистанции будут кратейшими. 200 метров плавания, 6 километров велогонки и 1 бегу. У программы Кубка Полесия так само выходят кросс-дуатлон и трип-микс. С поборницей проходит и другий год запор. Эти соревнования объединяют несколько видов спорта, поэтому они собирают большое количество любителей. И на самом деле это те виды спорта, которые приносят максимальное здоровье, максимальное движение, открытый воздух и в общем один только позитив. В этом году мы проводим этап Кубка Беларуси по триатлонно-республиканские соревнования. Все любители, которые участвуют, они автоматически попадают к нам в этап Кубка. Подтягнуть фигуру и узнять настрой. У Гомеля реализуется проект «Стройная мама». Занятки проходят в Центральном парке. В программе «Оздоровленшая жанучая гимнастика». На одной из тренировок побывала Вероника Гамзюкова. Бадзерая ранница, позитивный день, добрый настрой. Это головные меты проекта «Стройная мама». Его керавник – гомельский фитнес-тренер Светлана Харужая. Бесплатные оздоровленческие занятки на свежем поветре она организует другой год. С этим проектом Светлана удельничала в споборнице по теме социального предпринимательства. И трапила в спис финалистов. То, что мы здесь создаем, мы создаем женское здоровье. Я думаю, не только мамам оно необходимо, но необходимо всем. Потому что все эти упражнения, они улучшают состояние женской сферы. Они улучшают состояние позвоночника. Мы устраиваем красивые осанки. Вот если со стороны вы видели, казалось бы, упражнения вроде простые. Но в самом деле мы создаем такое расслабление, что позвоночник сам выравнивается. Вам главное вообще сюда прийти. Все остальное я сделаю за вас. Просто придите, посмотрите на меня. И я как тренер, я вас проведу к стройности. Поэтому не волнуйтесь, все приходите. Тренировки проходят по сиродах и пятницах с 8 до 9 разницы. Не глядяши на ранний час, жадающих займаться шмат. На плясовце коля-лебядиной сажилки тренировка сбирая не меньше, как 30 человек. Многие долучаются у режиме онлайн. Занятки транслюются у социальных сетках. Я прихожу сюда за бодростью, за свежестью, за силой духа, за оптимизмом, за радостью и за солнечным летним утром. Казалось бы, простые упражнения, без особого напряга, насилие над собой. Но в течение дня настолько держится корсет. И так хочется ходить с королевой, и не только хочется, но и ходится. Я хожу на все занятия Светланы. Очень рада, что можно сходить, позаниматься в таком чудесном месте. Потому что здесь очень красиво, здесь прекрасный воздух. Любуешься природой, и занятия всегда приносят бодрость. И потом целый день прям летаешь на крыльях. Я очень рада. Прихожу весь цикл занятий у Светланы. Очень довольна тренером, очень довольна эффектом, очень довольна настроением. Занятие бодрит в теле. Радость, это видно. Приходите, ребята, в парк. Тренировки на свежем поветре протягнутся до конца лета. А после плануются перейти на закрытую пляцовку. Ироника Гамзюкова, Валерия Хапанько, Телерадио-компания «Гомель». Это и атак самая иншая новина. Информацию об проектах Телерадио-компании «Гомель» вы можете узнать на нашем сайте. У интернете по адресе www.tvarmil.by. На этом выпуск завершен. Добрых вам выходных дзен и до новых встреч в эфире.